Добрый день, дорогие телезрители. В эфире «Звёздный полдень». Я его ведущий Владимир Мутовкин. Гость у нас сегодня человек, который поистине в представлении никаком не нуждается. Леонид Аркадьевич Якубович, добрый день. Рад видеть снова за этим столом вас. Чуть больше года, наверное, прошло с того момента, когда вы к нам приезжали. Сразу такой вопрос. Я так понимаю, вы всё равно как-то путешествуете по Омску, передвигаетесь. Что-то изменилось за это время у нас или ничего не поменялось? Всё как было, так и осталось. Время замерло. Надо сказать, что я сейчас больше передвигаюсь по области. Замечательно. Я был в шести или в пяти, я уже перепутал все города. Такие праздники замечательные. Так всё организовано лихо. Просто поразительно. Я каждый раз писал всякие гимны городов, зачитывал стихи, пока ехал туда. Далековато, конечно, напрягает. Но удивительно. Все весёлые, все довольные. Какие-то развалы, какие-то ярмарки. В каждом городе удивительных историй наслушался огромное количество. И про то, как затапливало и как спасались сами. Выходили, все строили. Какую-то девочку нашёл, шестилетнюю, которая всю ночь пришла шестилетняя девочка помогать взрослым дам перекрывать, укреплять плотину. Ей говорят, ну куда же ты такая маленькая? Она всю ночь стояла пела «Катюшу». Моя шестилетняя девочка. Удивительная история. Я когда узнал о ней, ну просто действительно, вот откуда в маленькой девчонке столько вот такая сила духа. Да, я её нашёл. Девочка Катя. Очень смешно. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня вопросы Леониду Аркадьевичу буду задавать я. Но также надеюсь, что и вы будете звонить к нам. И я уверен, что вы будете звонить. Пишите свои вопросы, отсылайте в интернет-редакцию. Сейчас вы видите телефон на ваших экранах. Пожалуйста, в любой момент мы готовы вывести вас в эфир, чтобы вы задали свой вопрос Леониду Аркадьевичу. Леонид Аркадьевич, а вот потому что такие праздники, вы туда ездите? Или там, где вы, там и праздник? Нет, как раз наоборот. Нет, нет, нет. Это само собой. Одно дополняет другое. Нет, просто я ездил, смотрел, не один. Я не буду скрывать, я ездил с Андреем Ивановичем в Голушково. Нет, ну смотрите, вот вы к нам приезжали первый раз, прилетели на вертолете, детям мороженое, семье корову. Второй раз приезжали, вы девчонке совершенно тяжело больной помогли, подарили ей мечту компьютер. Вот такое какое-то волшебство дарите. Это как-то случайно получается? Или вы как-то намеренно это делаете, специально ради этого едите? Нет, все это очень спонтанно, и слава богу, что есть такая возможность. Кстати, ничего особенного в этом нет. Ну, не скажите, потому что я вспоминаю вот эту девочку, которая тяжело больна, и когда вы в дом зашли, вот этот непритязательный, да, небогато живут там семья. И для них это был настоящий праздник, и, наверное, одно из самых сильных, да, наверное, самое сильное впечатление за всю ее маленькую жизнь. Все это верно, но согласитесь, что мне это вообще ничего не стоило. Ну что, я напрягался, готовился год, репетировал, тренировался, терял время, отрывал от работы, ничего подобного. Просто приехал, просто вошел, просто сказал, на тебе то, что ты просил, и уехал. Все. Если это доставило им какое-то... Ну, многие коллеги даже на это не способны ваши, они считают, что это как бы ниже их достоинства. Мы же сейчас говорим обо мне. Согласен. Это все, и надо к этому так относиться, не надо из этого делать поступок. Мы начинаем привыкать к тому, что абсолютно простые человеческие вещи, даже слово «здрасте» мы выдаем за поступок. Ничего особенного. И когда человек встает, женщина входит, человек встает. Все с таким удивлением смотрят, потом рассказывают, слушай, я видел мужика, он встал, когда бабушка вошла. Это удивительно, на самом деле. Чего? Обычное мужское поведение мы возводим в ранг достоинства. Вон, посмотрите, каким я был. Боже мой, я весил 102 килограмма. Это не монитор так передать? Это я. Кстати, 102 килограмма, за сколько лет вы сбросили этот лишний вес? За 7 месяцев. За 7 месяцев? Какая-то специальная диета? Железо и теннис 2 года подряд, теперь уже каждый день. Сколько теннисом занимаетесь каждый день? 2 года. Нет, нет, вот каждый день вы ходите на корт, и сколько там? Ровно 1 сет там, матч? Нет, час, час, полтора и полчаса железо. 7 утра, в 11 вечера, это не важно. В оппонентах у вас кто? Тренер. Тренер, да? Ну, теперь уже там, которые граждане приходят, мы там все-таки, я даже могу парой играть. Вы как-то за это время сильно подросли в теннисе, или теннис для вас именно просто зарядка, и вы не повышаете свое мастерство? Нет, ну, естественно, я что-то там подрос, конечно, но все равно это смешно смотреть по отношению, скажем, к профессиональным людям. Но я получаю удовольствие, потом я себя замечательно чувствую. Просто себя хорошо чувствую. Ну, давайте, да, посмотрим еще раз на экран, и на Леонида Аркадьевича, который сегодня у нас в студии. Мне кажется, разница замечательная. К сожалению, мне кажется, не каждый может пойти на теннисный корт и начать заниматься там. А не надо ходить на теннисный корт, надо вообще куда-нибудь ходить. Просто любое занятие спортом, на ваш взгляд. Надо вообще ходить, надо двигаться. Поможем? Конечно, конечно. И так, а еще у нас есть звонок, давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос задавайте. Алло, здравствуйте, меня зовут Италий. Здравствуйте. И хотел бы задать такой вопрос, Леонид Аркадьевич, вот 25 лет работаете на телевидении, идете в поле чудес. Так, не надоело вообще-то сфера? А вы, простите, вы кем работаете? Я тоже работаю на телевидении, просто. А вы кем работаете на телевидении? Ну, на новостях. В новостях? А сколько лет вы работаете? Ой, уже 4 года. Не надоело? Нет. Да, кстати, я хочу отметить для себя, что телевидение это такое вот болото-не болото, но липкая бумага, куда попадаешь, и вырваться оттуда довольно сложно, потому что очень уж затягивает. Затягивает не только это, затягивает любое дело, которое доставляет тебе удовольствие. Согласен. Просто так случилось в моей жизни, что все, чем я занимаюсь, это мои удовольствия. Все, абсолютно, и чем я занимался с момента того, как в 16 лет пришел работать на завод. И все это доставляло мне просто совершенно сумасшедшее удовольствие. Сниматься в кино тоже доставляет удовольствие? Конечно. За спиной у вас 33 картин, я прочитал в интернете. Довольно солидный запас, даже для актера, который занимается этим постоянно, а не время от времени, как это делаете вы. Как-то себя ощущаете кинозвездой? Я себя не ощущаю даже киноактером, не то, что кинозвездой. Я с большим удивлением все время, я только-только начинаю привыкать к съемочному процессу, потому что я просто не понимаю, как работают, предположим, актеры в кадре. Я просто этого не понимаю. У вас вообще никакого театрального образа? Вы же занимались. Никогда я не занимался ничем. Драм-кушки занимались. Ну, драм-кружок. Драм-кружок, кружок похода. А еще мне петь охота. Нет. Просто, ну, представьте себе на секундочку, какая-то сумасшедшая сцена, какой-то эпизод, как говорится, на разрыв аорты. Вот кто-то умирает, что-то происходит, расстаются два влюбленных человека, слезы, истерика. Стоп! Давайте немножко переставим, потому что свет не так. И поправьте грим, актрисе. Да, все, внимание. Камера, мотор. Начали. Стоп! Давайте так, вы встанете вот немножко вот сюда, чуть правее. Так, поехали. Еще раз. Мотор, камера. Начали. И так раз 12. И каждый раз в кадре, слезы, экспрессия такая, что можно сойти с ума, и все нормально, все вживую. Но как у них сердце выдерживает? Как это все можно? На одной технике не выжить. Потому что на одной технике это вот целлулоиды, которые бесконечно показывают по телевизору. Ну, как сыграть? Ну, как вот то, что делал Евстигнеев или Леонов, или Санечка Абдулов? Ну, как? Я не представляю, как это можно. И я восхищен. Знаете, мне прямо какое-то дежавю. И некоторое время назад вот здесь сидел актер Беляев, и он тоже мне доказывал, что он не актер, не талантливый актер. И тоже приводил вот эти самые имена великих актеров, говорил, что ну, вот это да, а я вот нет. Это какое-то такое вот отсутствие пафоса. Почему такое вот самоуничижение? Нет, никакого самоуничижения. Каждый должен знать, на какой ветке он сидит. А вы на какой сидите? Я знаю, я никогда не пытаюсь прыгнуть выше головы. Потом все, ну, допустим, допустим, то, что я говорю, все от Бога. Никто не знает. Вдруг проскочит искра какая-то Божья, что-то произойдет. Это может произойти на листе бумаги, вдруг вылится стих какой-то, вдруг вылится рассказ, вдруг ты сыграешь какую-то роль, вдруг один взгляд подарит столько, сколько не может подарить типы бумажных листов из киносценария. Может произойти. У кого-то это происходит от Бога, просто от рождения. Вот как Евстегнеев. Ну, что это? Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. А есть люди, которым надо готовиться к этому. И может не произойти. Может не произойти сейчас. Может не произойти никогда. Это мучительно. Вот у меня тут очень много вопросов накопилось, в интернете нам присылают. Но хотел бы все-таки с кинографической темой вот еще одну тему затронуть. Есть такое выражение, кино это плевок в вечность. И кто-то из актеров тоже, Меншиков, по-моему, говорил, и Меншов, что в театре у меня было две удачи. И их видела каждый раз по 150 зрителей, которые сидели в зале. И в кино у меня было три удачных роли. И их можно пересмотреть в любой момент. Для вас все-таки какая точка зрения ближе? Плевок в вечности или это сохранение? Во-первых, эту фразу произнесла Раневская. Раневская, да. Да. Я думаю, что в основе, конечно, лежит театр. Потому что кино все-таки при великом искусстве и даровании гигантского количества людей, в основе которого, конечно, стоит режиссер, на плечах которого вырастает это дерево. Но все равно кино это все-таки плюс монтаж, который может спасти все что угодно. И из 16 дублей можно найти вот эту долю секунды, вот этот взгляд, вот этот поворот головы, чтобы вставить его в четвертый дубль, а там вот эту фразу воткнуть из восьмого. В театре так не бывает. Театр это все равно здесь и сейчас, и обмануть нельзя совершенно никого и никогда. Хочу дать слово нашим телезрителям, которые присылают нам вопросы. Леонид Аркадьевич, сейчас люди озлобились, что ли? Кругом только гневные реплики, и всем все не нравится. Программы не те, едва не та. Фильмы плохие. Как вы думаете, почему так происходит? Чего людям не хватает? Мария Филипповна спрашивает нас об этом. Потому что фильмы плохие, еда не та. То есть фильмы на самом деле плохие? Плохие. И еда действительно не та. И ваши фильмы плохие? Это пусть зритель судит, но в принципе, то что, ну согласитесь, невозможно все время щелкать. Все же сидят и щелкают пультами, бесконечно переключая. Да, я за собой тоже 500 каналов сидишь и щелкаешь, и не на чем вроде глаз остановить. Во-вторых, я бы рекомендовал, знаете, у англичан есть хорошее выражение, take it easy, чуть тише, спокойнее. Давайте попробуем хотя бы друг другу улыбаться. Просто незнакомым людям. Это очень важный момент. Просто, может быть, уровень узлобления как-то в обществе нарастает? Естественно. Причем это же взаимная реакция. Вышел из дома человек в хорошем настроении. Кто-то его толкнул. Он кому-то ответил. Покатился снежный конк, вечером пришел, одел жене ведро на голову, выпил стакан и спокойно улегся спать, чтобы утром опять встать в хорошем настроении. Но попробуем. Мы же вжим и перестали, во-первых, улыбаться друг другу даже в автобусе. Человек, если в автобусе просто войдет, скажет, здравствуйте, товарищи. Народ сойдет с ума. Сочет, что он сумасшедший, его вытянуть из автобуса просто. Но, во всяком случае, внутренне это будет большое напряжение. Это вот удивительно, на самом деле. Ну, чуть попробовать, но хоть капельку. Ну, попробовать. Как говорил Мюнхгаузен в «Бессмертной пьесе», улыбайтесь, господа. Все самые страшные вещи творятся с серьезным лицом. Конечно. Петр Столяров спрашивает. Что вызывает у вас чувство приятной ностальгии? Храните ли вы что-нибудь из того, что досталось от ваших предков, и считаете ли это важным? Очень даже важным. И очень даже и храню. И вообще, я считаю, ой, когда-то давным-давно сын жил в доме отца. Там же и внуки жили. Ну, сейчас, предположим, так, наверное, невозможно. Наверное. Ну, значит, что-то должно храниться. Чтобы я мог взять своего сына, когда ему исполнится, скажем, 12 лет. Я могу придумать или 11, или 13. Сказать, парень, ты стал взрослым, теперь ты будешь сидеть вот на том месте, где сидел твой дед, и будешь пить чай из его кружки, отдать ему кружку. И это замечательно. И это мгновенно. И храни ее, и не дай бог, эта кружка хранится у нас в доме с Марией уже 70 лет. И дальше пусть он ее подарит своим детям. И не дай бог, и будет ее прятать и беречь. Что-то же, ну, человек должен хранить. А как разобьется? Не разобьется. Ну, если она, не дай бог, разобьется, надо найти такую же и поставить на место. Здорово. Я читал в интернете, но интернету мы, как всегда, я очень с большой опаской отношусь, но все-таки сумасшедшая история какая-то описана, знакомство ваших родителей. Нет, подождите. Мама отправлена. Во-первых, если уж вы читаете интернет, я удивлен, что вы на сегодняшнее интервью пришли без цветов. Вот и раз, ну-ка. Вы что, интернет не читаете? Объясните мне мою ошибку. Сегодня 40 дней, как я умер. Да? Да, можете прочесть. У меня был инфаркт. Причем это четвертый раз. Нет, простите, этого я не прочел. Да, я не могу простить. До 40 дней вы пришли. Хорошо, жить, долго жить будете. Это четвертый раз они пишут. Ну, вы нормально сохранились для 41. Причем я единственное, что доволен, что написали, что я умер от инфаркта. Было бы неприятнее, если бы они написали, что я помер от геморроя, например. Это меня бы покоробило. От этого умер. Правда? А черт его знает. Ну, умер их умер. Так что вы, в общем, разговариваете с вечностью. То есть мы можем спокойно сказать, что слухи о вашей смерти сильно преувеличены. Обоснованы. Нет, вы же видите. Надо верить тому, что пишет интернет. Читаете. Вам, профессор Преображевский, что велел? Не читайте советских газет. А если нет других, ну и не читайте никаких. Никаких, да. Нет, ну ладно, мне такая, все-таки история-то очень романтическая, что мама посылала посылку на фронт, папа ее получил. Было такое, да, на самом деле. Еще я прочитал, что папа прямо вот очень рано у вас самостоятельного человека воспитывал, там и дневник не проверял у вас. Все, что называется, вот сын сам учись. А при чем с папой? Я сделал то же самое. Я и хотел спросить, вы считаете это правильным, такое воспитание, или все-таки по-другому? Во-первых, я не знаю, что такое воспитание. Я же не педагог, меня никто этому не обучал, как очень многих. Я в четвертом классе сделал то, что сделал отец. Я посадил напротив сына Сковортьюха. Давай договоримся. У тебя своя работа, у меня своя. У тебя тяжелая работа, школа это тяжелая работа, и у меня тяжелая работа. Давай так, я готов тебе помочь, когда хочешь. Ну и ты будь любезен, если я прошу, помоги мне. Только не перекладывай свою работу на меня, у меня на это времени нет. И так мы с ним поговорили минут 20, и я никогда в жизни не был в школе. Просто никогда. То есть не вызывали, или просто не ходили принципиально? Нет, я, во-первых, просто никто не вызывал, но даже когда это касалось каких-то хозяйственных вещей, и директор школы мне звонил, или там классный руководитель, я говорю, будьте любезны, Артем Леонидович, он в каком классе? В шестом. Ну вот и говорите с ним. Там что надо сделать? Убирать территорию? А я почему должен убирать территорию школы? У вас есть взрослый мужик, шестой класс, ну и пускай он ходит, убирает школу, разговаривайте с ним. Что вы со мной-то разговариваете? Он же учится. По-моему, в седьмом классе он сказал, что у него возникло желание перейти в спортивную школу, он хочет быть здоровым. Но он сам этого не может сделать. Значит, я пошел, договорился, перевел его в спортивную школу. Через год меня вызвал директор и сказал, что хороший, малый, крепкий, физический, здоровый, но он спортсменом не будет. Он слишком добрый. Обратно в школу, да? Он добить не может. Забирайте обратно. Ну это же хорошее качество. Я перевел обратно. Все. Больше я ничего не сделал. Это может хорошее качество. Теперь ему 44 года, у него черный пояс по карате. Работает он на Первом канале. Сам устроился или протекцию составили? Он пошел просто. Он сказал, я хочу работать на телевидении. Я говорю, ты вообще представляешь себе, что это такое? Он сказал, вон, господи, вот таким был Артем Леонидович. Теперь это существо весит меньше, чем я. Он каждый день ходит на тренировку перед работой. Ну это ужас. Я вот на это смотрю, какой-то кошмар. А это какой год? Не помните? Ну хотя бы на скидку. Ну это лет, наверное, 15 назад. Лет 15 назад, то есть начало 2000-х, да? Да. Давайте еще слово нашим телезрителям. Зинаида Ивановна спрашивает, Леонид Аркадьевич, у вас есть домашние питомцы? Если есть, то расскажите про них. Ой, сейчас по-больному. Умерла у нас собака. Для тех, кто это пережил, знает, насколько это тяжело. Был замечательный пес, член семьи. Обожаемый всеми, но и он нас обожал совершенно. Это было что-то, какая-то была взаимопроникновенная любовь. Год назад его не стало. Он болел очень тяжело, 4 года. У него что-то с эндокринной системой было. Так бывает у овчарок довольно часто. Овчарка, в общем, умная собака, говорят. Ну, в общем, это... Ну, соболезная вам, и давайте тогда дальше. Как складывался ваш образ ведущего мужчины в костюме и бабочки с усами? Кто это придумал? И хотели ли вы когда-нибудь поменять имидж? Спрашивает нас Ольга. Ничего я не придумывал, это сложилось само собой. Поменять я это не могу, потому что меня теперь контракт, в котором написано, что я не имею права изменять свою внешность. То есть, если вы даже захотите там отрастить бороду, нельзя, да? Нет. Только вот приклеить, как в фильме «Дедушка моей мечты», да? Да. Вы там, кстати, сыграли и роль вот этого самого дедушки, и самого себя, получается, играли. Специально так было? Там нет самого себя. Ну, как же, там на экране смотрит дедушка. Это мы вставили такой эпизод специально. Мало кто знает, что на самом деле вы ведь и сценарий написали для этого фильма, и прогрессором выступили. да. Был рассказ «Дед». Я показал, ну, там в числе многого чего я показал этот рассказ Аркадию Яковлевичу Инину. Инин сказал, что вот из этого можно сделать киносценарий. И в две минуты объяснил мне, почему. Вообще, надо сказать, что Аркаша Инин, конечно, мудрый. Мудрый. Замечательную формулу он придумал, и он говорит это, рассказывает своим студентам. Все, что вы пишете, это может быть жесткий детектив. Это могут быть истории вампиров, кровавые какие-то, и со страниц будут капать со всех сторон, просто ужас, заливаться все будет. Ужасный кошмар. Это может быть невероятно циничное, отвратительное, эротическое, грязное история. Не имеет значения. Если то, что вы пишете, можно как сказку пересказать детям, оставляй. Если нельзя, выкидывай. И это замечательно. Это просто замечательно. И он заставил меня написать киносценарий. Я его, правда, чуть не убил. Потому что каждый раз я ему носил написанное, он говорил, что это не так, я шел переделывать. Проклинал тот день, когда я к нему вообще пришел. Наконец-то все было написано. Появился Саша Стриженов, как режиссер, прочитал и стал выкидывать целыми страницами. Это был второй человек, которого я чуть не убил. Но это было чудовищно вообще. Они бы морали все, объясняя мне, что ты, в общем... То есть вы затрачивали душу, время, а они все это кусочками выкидывают? Четыре страницы текста можно передать поворотом головы одним взглядом. А зачем я тогда все это писал? Ну, в общем, скрипя зубами. Кто выяснил, что у нас не хватает денег на главного Гервея. И он мне сказал, слушай, мы же с тобой сопродюсеры, надо деньги экономить. Давай ты сыграешь деда. И я с дуру кивнул головой. Каждый день три часа грима характерного. Слушайте, грим сумасшедший просто. Три часа мы придумывали грим, сидели сами себе. Но потом восемь часов нельзя есть, потому что все это лезет в рот. И потом три часа надо разгримироваться. Это каждый день ужасно. Но зато я как автор сценария позволил себе правильную вольность. Я решил, что учить текст при этом это глупость. Поэтому я сделал деда глухонемым. Он так шепеляет, что он все равно никто не понимает. Он ни одного слова не произнес за весь фильм. И каждый раз по этому поводу были дикие шутки. Все орали. Аркадьевич, ближе к тексту они орали. Ближе к тексту. Своя рука владыка, я так понимаю. У нас на связи телезритель, который к нам дозвонился. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос задавайте. Здравствуйте, Леонид Аркадьевич. Меня зовут Мария. И я бы хотела узнать про ваше хобби. Вот насколько я знаю, у вас есть лицензия пилота. И помнится, вы даже на Домском пролетали, на Домской области, на шитом городище у нас какое-то. Вот. Я бы хотела спросить, как часто вы летаете и получаете ли вот этого удовольствия? Ну, если бы я не получал удовольствия, вряд ли я заставлялся туда лезть с ужасом и с ненавистью. Ну, а насколько часто я летаю, могу вам сказать, что я только что вернулся сверху. Я отлетал программу сегодня. Час десять я летал. Кстати, на городище тоже. Вернулся обратно. Потом у меня был час тренировки теннисной, две встречи. И с вами сейчас встреча, и после этого я поеду еще на две встречи. То есть, график сумасшедший, но держитесь благодаря вот тому самому режиму, который для себя заложили? Никакого сумасшедшего графика. Вполне нормальное, привычное существование. Мне кажется, вот этого распорядка дня хватило бы кому-то даже на... Ну, мне-то на месяц бы хватило. Это что, и на вертолете полетать, и в теннис поиграть, и еще на кучу встреч сбегать. Это довольно... Я так живу практически каждый день. Ничего особенного не вижу. Замечательно себя чувствую. Абсолютно привычный рабочий график. Я, кстати, хотел про это городище поговорить. Спасибо телезрителю. Вы обнаружили его несколько лет назад. В Омской области. Лет 20 назад, да. Пролетая над... На Ан-2. Да, пролетая на Ан-2, нашли это... И я так понял из сегодняшнего нашего разговора, что по сию поры никаких там ни раскопок, ничего не ведется. Как стояла, так и стоит. Она не стоит. Это окопы в земле, вырезанные окопы в виде пятиконечной звезды, в навершии которых еще такие, ну, как бы стрелы вырезаны. Просто окопы. Земляной вал такой. Причем расположена на краю озера таким образом, что подойти можно с одной стороны. Версии две есть. Говорят, что это... Когда Ермак шел по вертышу, ну, до того, как он превратился в национального героя, когда ее императорское величество разрешили ему, простив все грехи, завоевывать Сибирь, но до этого, вообще говоря, он шалил сильно с кистенями. Говорят, что они здесь сидели в таких вот засечных крепостях. Камыш был огромный, высокий очень. И они ждали, когда мимо проходят торговые баржи. Нападали, грабили и утекали, и сидели там. Это, во-первых, туда подойти очень трудно. Повторяю, войти лодией можно только с одной стороны. В разрез двух вершин звезды. Очень лихо придумано. Причем настолько грамотно, геометрически точно вырезано в земле, что просто диву даешься. Мы вот сегодня летали, смотрели еще раз. Просто поразительная история. То есть сегодня тоже посмотрели, да? Да, все это занимает, ну, наверное, метров квадратных, ну, наверное, может, 200-300. Она такая. Удивительно просто. Такое ощущение, что это вырезано на компьютере. Просто расчерчено. И главное, как придумана эта конфигурация. Пятиконечная такая звезда, и тут на вершине такие вот еще стрелы вырезаны. Жутко толково придумано. Ни с какой стороны не подберешься и не подойдешь. Поставить вот сюда, в навершии, поставить в окопы лучников, и не подберешься ниоткуда. Удивительно толково. Ну, на то они занимались этим не первый год. Не, ну, интересно, сколько веков назад. Так, я слышал, вы писали сценарий ко многим программам. А придумали ли вы сами задания для участников поля чудес? У вас, видимо, вопросы, какие-то слова, я так понимаю, хочешь спросить телезрителей? Никогда это совершенно не молитв. Не занимались, да? Я художественный руководитель программы. Была у нас главный редактор, которая работала, начинала работать еще с Владом. Год назад она умерла, скоропостижно. Молодая девочка совсем, ну, как молодая, 40 лет, там, 46, 47. И она умерла. Я, знаете, я вот намеренно сегодня, когда готовился к этой передаче, я от себя лично вопросы про поля чудеса задавать не буду вам. Если у телезрителей захотят спрашивать, ради бога спрашивайте. Но я бы хотел спросить у вас о другом. Может быть, есть проекты другие телевизионные, в которых бы вы хотели поучаствовать, из тех, которые уже существуют. Не самому придумать, а вот в какой-то войти, может быть, в одной передаче, в двух, трех поучаствовать. Вы, по-моему, с Дебром как-то менялись на... Ну, это так. Вольная импровизация. Ну, понятно, что это была шутка. Но вот хотелось бы, нет? Я на «Звезде» взял программу «Звезда на звезде», пополам Саши Стриженовым. Вот такая беседа, как у нас, примерно, с людьми звездных, на самом деле, звездных биографий. Взять какую-то программу на сегодняшнем телевидении никакую не взял бы. И даже просто поучаствовать не хотелось бы. Нет. Вот, смотрите, у нас в 25 лет вы ведете передачи. 25 лет, даже, наверное, больше получается на телевидении. И вот у нас телезритель какой-то спрашивал, да, про изменения. Почему люди такие злые, почему фильмы плохие? А вот что касается телевидения, оно за эти годы, оно меняется, безусловно, но на ваш взгляд, оно меняется только технически, или оно еще меняется по внутреннему наполнению, и в худшую или в лучшую сторону? Ну, это любой телезритель может ответить сам. Просто взять, да, и ответить. А вы как думаете? Мне очень трудно разговаривать на эту тему, потому что это мой цех. И критиковать, или говорить, что мне нравится, что не нравится, тогда мне надо либо уходить оттуда, либо что-то менять. Поменять я не могу. Поскольку вы там работаете, я так понял, вы любите это дело, а раз вы любите это дело... Нет, я не сказал, что я это люблю, просто мне не хочется об этом говорить. Потом еще раз повторяю, это на глазах у всех происходит. Это происходит на глазах у всех. И, наверное, мало кто это понимает, но всех раздражает контрпрограммирование бесконечное. По одному каналу одно, по другому в этот момент ровно то же самое. А если посмотреть по третьему, то по всем программам подряд идут большие длинные сериалы о ментах. Да, это, кстати, отдельный разговор. Причем в этих сериалах снимаются одни и те же актеры. Я даже какую-то миниатюру видел, что забегает актер, кого я сегодня играю. Сегодня ты играешь в бандиты, перебегает, ты сегодня играешь в ментарь. Ну да. Согласен. Еще об одном аспекте хотел бы поговорить. Вы всегда подчеркиваете, что вы не знаменитость, вы не звезда, вы просто известный человек. Ну, допустим. Не буду с вами спорить по этому поводу. Хорошо. Хотите называть это узнаваемостью? Хотя, вы знаете, мне кажется, что на определенном этапе узнаваемость, она переходит в своеобразный такой архетип. И когда мы говорим «Леонид Якубович», мы уже представляем определенного человека, определенный образ и определенный набор. И уже ничего не надо объяснять. Боже мой, вы же прекрасно понимаете, что мы все, и вы в том числе, и я в том числе, мы функции телевидения. Вот завтра, например, закроют передачу, и ровно где-нибудь через, ну пусть не через месяц, через полгода этого разговора уже не будет. Ну, это естественно совершенно. Надо просто это понимать. На себя я готов это одеяло прикинуть, но... То же самое. Нету ничего более точного, чем я сказал. Функционально. Можно выключить телевизор, и мы с вами исчезнем. Вот мы сейчас разговариваем, кто-нибудь возьмет сейчас и выключит телевизор. Нас не будет. Как сказал Зварыкин, в телевизоре самое приятное, что его можно выключить в любой момент. Да, конечно. Но вот эта узнаваемость, как угодно называть, она все-таки в жизни вам сейчас помеха или подспорье? Нет, это я уже привык. То есть никак не так? Нет, это я уже привык. И как-то... Нет, надо просто посмотреть на это по-другому. Если к этому относиться, как бы сказать, мягко снисходительно, то все становится на свои места. Когда-то я прибежал домой маленький, мне было, наверное, лет 8. Нет, побольше, лет 12. С выпученными глазами и страшно орал, мама, я видел на улице Баталова. Ну, на меня же это произвело когда-то впечатление. Если это на кого-то производит, ну, пусть не такое аховое впечатление, но кто-то даже улыбается, то почему не улыбнуться в ответ? Автограф, ну, на тебе автограф. Ну, это же не трудно. Мне я хотел сказать о том, что я когда видел, как вы общаетесь с людьми, вот устали, не устали, к вам люди подходят, я не видел, чтобы вы хоть раз отказали в автографе или в просьбе сфотографироваться. Этого нельзя делать. Всякое маленькое разочарование царапает душу. Ну, ведь ко мне идут с улыбкой. Они же видят во мне того, который в бабочке на телевидении, а не того, который на самом деле. Им же кажется, что вот от него исходит добро, что он обмануть не может. Чего я буду разочаровывать? Вы в жизни сильно отличаетесь от того образа, который на экране? Я же не могу быть все время одинаковый. Это же естественно совершенно. Ну, вы представьте себе, если вокруг бесконечное количество народов все время, то даже от звука человеческого голоса начинаешь уставать. Единственное, что ты хочешь, это тишины. Понимаю вас, да. Поэтому все домашние уже давным-давно привыкли. Если папа дома, то его все равно нет. Потому что я вдруг могу заткнуться посреди обеда, уткнуться куда-нибудь в потолок, посидеть, сказать, сейчас минуточку уйти, написать там 10 строк или страницу, или вообще запереться в кабинете. Или вернуться обратно. Вы прямо мой отдых описываете. Боже мой, бедная моя семья в этом случае. Леонид Аркадьевич, телезрителю давайте дадим слово. Дозвонился до нас. Здравствуйте. В прямом эфире вы, пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос задавайте. Здравствуйте, Илья Кулбович. Я Ольга. Хочу задать вам вопрос. Какое самое любимое ваше блюдо или чем вы любите полакомиться? Какое самое любимое блюдо, да? Да. Какое самое любимое блюдо, чем любите полакомиться? Это поразительный вопрос, честное слово. Почему? Их много, этих блюд? Или нет такого? Я люблю все. Есть только одно блюдо. Если бы вы знали, что я ел, никто в жизни никогда даже близко не дотронется пальцем до этого. Я это ел. Я очень много стран объездил. Да, я объездил очень много стран. И Африка, и Австралия, и остров Пасхи. Вы представьте, не можете, что я ел. Каких-то сушеных тараканов, каких-то замаринованных червей. Какой-то ужас. Так подождите, это вам нравится или вы просто хотели попробовать? Мне нравится все. Больше всего я люблю арбуз. Картошку вареную и селедку с луком, если ее еще полить уксусом. Все. Если у вас не потекли еще слюди, то я сейчас, наверное, захлебну. Сейчас меня вырежут из эфира и перед этим выпить рюмку холодной водки. Одну. Одну рюмку очень холодной водки, чтобы зубы стыли. Вареная картошка, селедка. У нас прямой эфир, Леонид Аркадьевич. Так что все это видели наши телезрители. У них сейчас есть возможность последовать вашему совету и продолжить смотреть нас. А мы продолжим общение. Ну вот вопрос, кстати, про поле чудес. Я помню, раньше участники поля чудес должны были прислать кроссворд. Сохранилось ли это правило? Для чего оно было придумано? Какие кроссворды из присланных программ вас потрясли? Я не уверен, что вы их сами читали. Письма я не читал, конечно, но на каждую программу в лучшие времена приходило от 5 до 7 тысяч писем с просьбой об участии. Сейчас, естественно, ажиотаж спал по одной причине. Просто у людей не хватает денег, чтобы доехать. Мы обеспечиваем только проживание. А дорогу оплачивают сами игроки. А если это письмо из Владивостока, как вы понимаете, но от полутора до двух тысяч писем до сих пор приходят. Значит, эти письма кто-то должен редактировать, кто-то их должен отбирать. Есть отдел писем, который этим занимается. По каким критериям они отбирают 9 человек, я представить себе не могу, понятия не имею. Это, правда, не касается спецпроектов. То есть 1 апреля, 9 мая, иногда это 1 сентября, канонизировано Новый год. Раньше каноном было 23 февраля, 7 ноября и так далее. Тогда это мандатные моменты. Я приглашаю актеров или известных людей. Это отдельная совершенно история. Правда, они все равно, никаких подсказок у них нет. А так, просто из груды писем, каким-то образом отбирают, мне дают только список участников. А друзей приглашаете или просто знакомых? Не могу. Какому критерию отбираете, когда вот эти вот самые? Конечно. Но я сначала придумываю сценарий, что это будет, например, 1 апреля. Как это должно быть. А потом под этот сценарий приглашаю уже тех, кто будет в этом работать. Грядет 1 апреля, я повешусь, потому что это 25-е, 1 апреля, я уже не знаю, что придумывать. Я помню, когда у вас Никулин был на 1 апреля, по-моему, мне так хохотал, это было так смешно. Особенно, когда он отправил, что там надо было отдать деньги, он должен был вам деньги заплатить. Сейчас можно в интернете, кстати, найти все, так что я вам рекомендую посмотреть эти юбилейные передачи. Там были забавные, 1 апреля были забавные, мне до сих пор вспоминают. Леонид Аркадьевич, вы кумир миллионов женщин в нашей стране. Сколько раз вы признавались в любви, подсчитывали ли... Если не трудно, повторите эту фразу еще раз. Вы кумир миллионов женщин в нашей стране. Сколько раз вам признавались в любви? Ну, то есть априори человек уверен, что вам признавались в любви не один раз. Примите еще одно. Татьяна Васильевна Тишкоп признается вам в любви. Ну, подсчитывали, не подсчитывали признание в любви? Давайте следующий вопрос, я на эту тему не говорю никогда. Может быть, из-за этого меня так часто признаются в любви. Эта тема закрыта. Леонид Аркадьевич, с какого аэродрома вы летаете у нас? Мариановка, наверное, да? Не, Мариановка практически не работает. То есть там частая какая-то история есть. Нет, я подлетываю тут со спецплощадки. Вы предпочитаете на вертолете или на самолете летать? Или вам, в общем-то, без разницы? Сейчас больше на вертолете. То есть нравится больше на вертолете? Да, но я только что летал в Минск. В городе Щучин был авиационный праздник. Я туда прилетел на маленьком самолете. На Сесне я прилетел. Там я летал на Ми-8. Потом прилетел сюда. Здесь я летал сегодня на Ми-2. Но вертолет мне сейчас больше нравится. На Ми-2 летали, да? Да. Довольно большая машина получилась. Ми-2 маленькая. Ну, она маленькая. Для начала обучения. Это Ми-8, это большой борт. Это уже... Но это вот не вот эта маленькая стрекоза такая застекленная. И это Робинсон. Да. У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос Леониду Аркадьевичу задавайте. Алло, мы слушаем вас. Говорите. Добрый день. Добрый. Как зовут вас? Владимир Александрович. Владимир Александрович, задавайте вопрос свой, пожалуйста. Слушаем вас. Леонид Аркадьевич. Мы слушаем вас. Леонид Аркадьевич. Да. Здравствуйте. Добрый. Я Владимир Александрович. Можно ли провести поле чудес в Омске, скажем, в этом цирке или во дверце этого? Ну, понятно. Спасибо огромное. Теоретически это возможно. Когда-то давным-давно, первые, по-моему, 15, если не больше лет, такие игры выездные существовали. Потом они по какой-то причине прекратились. Но теоретическая возможность есть. Но это не от меня зависит. Это должна быть приглашающая сторона. Право принадлежать первому каналу, и все это решается с первым каналом. Нет, это... Если это будет сниматься для первого канала, то есть для центрального телевидения, тогда нужно, конечно, согласовывать с первым каналом. Это надо заинтересовать дирекцию первого канала. Коммерческую. Если это... Ну, это не совсем так, потому что это не имеет значения. Обычно это вообще студийная история. Это можно и здесь снять. Никаких проблем. Если касается это проведения какой-то несъемочной истории, мы работали в цирке. Ничего особенного. Это тоже можно. Но должна быть принимающая сторона. Это вообще, буду честен, недешевое удовольствие. Надо тащить сюда группу, надо оформление. Это переезд, это оплата гостиниц и так далее. Значит, должна быть принимающая сторона, которая на месте все это организует и все это как-то финансирует. Ко мне это не относится. Пожалуйста, я приеду себе на здоровье. Теоретически это возможно. Было во всяком случае. Много раз было. Очень много раз. Я хочу поговорить еще об одной стороне. Вот у меня тут... Не могу не похвастаться. Леонид Аркадьевич мне у нас перед началом эфира подарил мне вот такую книгу. Замечательная книга. Я тут пробежался глазами. Тут и стихи, и рассказы. Ну, очень-очень мне хочется скорее прильнуть к этой книге и почитать ее. Но это только одна сторона вашего таланта творческого. Вы, как это знают об этом немногие, еще и драматург. И драматург, который написал несколько пьес. И как опять же мне подсказал интернет, одну из пьес взял Владимир Винокур, повез на конкурс, и с этого началась его слава. Это была не пьеса, а рассказ, но монолог старшины. И потом его читала вся Советская Армия. Да, Вовушка Винокур. Конечно, монолог старшины, да-да-да. Да, он работал в самоцветах, конферансье, после театра Аперетты. Ну, и так случайно получилось. За ночь был написан такой монолог. Он прошел второй тур. Шароев великий, светлой памяти. Предложил ему читать этот же монолог на третьем туре, с чем он и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов ТРАДы и так далее. Как? Как вот? Рука к перу, пирог к бумаге. С чего это все началось у вас? Почему решили? Вот это безответный вопрос. Безответный. Я не знаю, как это началось. Главное, я не понимаю, почему это продолжается. Абсолютно не понимаю. У вас как, как у Олеши, не обестройщики или накатило, и вот надо писать? Накатило, и надо писать. Иногда накатывает так, что я неделями пропадаю в кабинете, и единственное, жена требует, чтобы я хоть чаю попил. Это было несколько раз. Это да. Но я представься, не могу, что это такое. Я даже, я действительно не знаю, что это. Удивительно сказочное чувство. Причем я, я даже вот это перечитываю. Я, честно сказать, сомневаюсь, кто это написал. Потому что, вероятно, я сам это написать не мог, особенно стихи. Я что-то ретранслирую. Я иногда наблюдаю, как у меня двигается рука. То есть вы из тех, кто не знает, как поведет себя Дюма его? У меня несколько раз это было. Я вспоминал Дюма многократно. Я не сравниваю, но это было. И в этой книжке есть несколько персонажей, которые вдруг неожиданно появлялись. Сказать надо два слова. Он появился, его кто-то взглядом заметил. Он остается там и живет себе. Уже четвертая страница идет. Я его не могу выгнать, нифига он мне нужен совершенно. Я злюсь чудовищно. А вымороть это невозможно, потому что жалко. Ну и он остается, сидит там в книге. Я его не люблю. Зачем ты залез в книгу? Я не могу его теперь вынуть оттуда. Ну удивительное состояние, конечно, потрясающее. Потрясающее. Как вообще состояние любого творчества. Все, что у человека получает, это не имеет значения, что он паяет, хлеб собирает, стихи пишет. Вот все, что вдруг начинает получаться. Вот не получалось, не получалось, а потом вдруг раз и стало получаться. Настолько, что все кругом внутренне аплодируют. Говорят, парень, ну ты дал. Ну ты, ну ты, ну греешь же душу. Конечно, греешь. И ответить на вопрос, почему именно сегодня, почему не вчера, почему не позавчера. И никто не знает, что будет завтра. Может, это пройдет, а может и нет. Еще об одной хотел стране поговорить. Вы сейчас периодически сидите в жюри КВН, но вообще-то ведь ваша молодость вся была с КВН связана. Да, 10 лет почти. Все-таки для вас это что? Это просто такая игра, которая была забавно поиграть? Или это действительно начальник жизни? Вон первый, кстати, вон первый дедушка. Вот это был забавный случай. Вот это 1 апреля. А это с Масляковым как раз, да? Да, а тот был, это было очень смешно. А я не помню этой игры, кстати. А ее и не было. Значит, я придумывал 1 апреля, вот наша команда, вот, вот это вот. Я придумывал 1 апреля и решил, что давай сделаем 1 апреля через 100 лет. Как оно будет выглядеть спустя 100 лет после начала, да? Да, да. А почему не было? Я переоделся, загримировался и сидел в пустой студии. И мы, значит, с нашим директором и с режиссером проверяли, как это будет. Вон Мурмулев стоит, вон наш. Это Угольников, да, там в первом ряду? Угол слева. Угол вот слева. Торчит у него барабана. О, да, это... Там Угольников, там Мурмулев, это Фоменко. Фоменко, листик. Вон наш первый директор, там стоит лохматый. И я в пустой... Их никого не было. И я в пустой студии, вот в таком вот виде, сел за барабан и говорю, ребят, по камерам посмотрите, вообще это похоже на что-то? И меня можно узнать или нет? Селся, и входит лист. Вот в это, в пальто. И я, сидя за... Что, хуй здесь, хуй здесь, хуй здесь, хуй здесь, хуй здесь. Да вообще нельзя чего позвали, они ходят через... Какие-то идиоты ходят, я уйду сейчас, я не буду. Как он разорался, почему эта пьянь в студии, кто велел? Я требовал, чтобы здесь не было посторонних. Как усы дыба марать стал. У меня чуть челюсть не выскочила. Я бился головой об этот барабан, я хохотал. Ну и потом... Вот это вот, вот это был. Первый дед, лысый такой. То есть вот оттуда дедушка мечты пошел, да? Примерно. Слушайте, я никогда не слышала про эту историю, по-моему, она очень замечательная. Жалко, что этой игры-то не было. Нет, не было, потом мы передумали. Потом мы как-то по-другому что-то... Может быть, как раз это повод для очередной юмористической передачи, про которую вы говорите? Не знаю. Не будем лезть в ваше творчество. Телезритель до нас дозвонился. Здравствуйте, в прямом эфире вы, пожалуйста, представляйтесь. И свой вопрос Леониду Аркадьевичу задавайте. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, представляйтесь, вопрос задавайте. Здравствуйте. Добрый. Я конкретно обращаюсь к Леониду Аркадьевичу. Да, обращайтесь. Здравствуйте, Леонид Аркадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Зоя Ивановна Ермолова. Зоя Ивановна, быстрее в реактивное уходите. Я, вы знаете, вам не буду задавать вопросов, я вас очень много знаю, вас очень люблю. Я хочу вам пожелать здоровья, счастья всей вашей семье, а самое главное, мы Амичи и вся наша Омская область вас обожает. Счастья вам, здоровья, живите долго, малыш любит. Спасибо. Спасибо огромное. Человек дозванивался, сидел, смотрите, и прозвонился, чтобы не вопрос задать. Сие приятно? Я приятно. Хотелось бы быть на вашем месте в этот момент, ну, даст Бог побывающим. Леонид Аркадьевич, к вам часто обращаются за помощью, реагировать на просьбы, по вашему, это обязанность известного человека, или он вправе отказать без того, чтобы вызвать осуждение? Ну, вот, немножечко касается того, о чем мы говорили в начале передачи. Мы уже не будем возвращаться к сказанному. Нормально, все нормально. Ну, то есть, да. Если есть возможность, конечно, если нет возможности, разводишь руками и переадресуешь кому-то, кто может помочь. А дальше по цепочке. Нина спрашивает, очень люблю и уважаю вас, были ли вы на праздновании дня города нашего, и чем вас привлекает город Омск? К сожалению, на 300-летие Омска я не был. У меня в это время были такие тяжелые съемки, и я сюда приехать не мог. Дело в том, что дело не в Омске. Просто так исторически сложилось, если вы читали, наверное. Я ведь в 16 лет из школы в Сибири удрал. Хотел я вас об этом спросить, ну давайте, вперед меня спросили. Я конкретно удрал в Сибирь. И прожил в Сибири довольно много. В тайге, в 45 километрах от Братска, в восточной Сибири, лес промхоз Пашиной такой. Что поманило в дорогу-то? Ничего не поманило. Ничего не поманило. Два дурака шли по улице, увидели объявление. Требуется два студента в экспедицию профессора Вашкова. Это мы, как сейчас, в восьмом классе учились. Мы зашли, нас отправили в Центральный научно-исследовательский эпидемиологический институт. Мы пришли, мы сказали, мы хотим поехать. Нам сказали, дети, вы вообще-то замечательный мужик, Андрей Николаевич Алексеев такой. Феноменальный дядька. Доктор медицинских наук и доктор исторических наук. Но я пришел домой и сказал, что я завтра в Сибирь уезжаю. Отец сказал, поешь сначала. Нет, мать сказала, поешь сначала. Отец сказал, тебе 10 рублей на дорогу хватит. Я сказал, вообще хватит. Он говорит, ну езжай. Ты вообще понимаешь, с чем это кончится? Я говорю, да. Ну и я уехал. Меня из школы выгнали. Я пошел работать. Так что с Сибирью у меня очень много чего связывает. И это еще отголосок того, что... И это правда. Это можно вам подтвердить любой. Чем дальше от Москвы, тем чище отношения. Кстати, воздух тоже. И люди другие. И вообще все как-то лучше. Есть Россия, а есть Москва. Все разделилось. Хотя я коренной москвич, я обожал свой город, который уже практически, не буду сказать, почти уже и да и нет. Но из хорошего, доброго города довольно жесткий стал город, если не сказать грубее. А тут... А тут... Леонид Аркадьевич, очень много забавных про вас историй ходит. Вот связана одна из них с тем, что как раз вы удрали в эту экспедицию. Говорят, что одной из ваших задач было, что вас мазали мазью от козмаров, а вы сидели на пеньке и записывали, кто и когда вас кусает. Правда? Одна нога одним репудином, вторая нога другим репудином. Сидишь в трусах и отмечаешь, сколько укусов в одну ногу, сколько в другую. Лаборант. Нормально. Так это же поздно. Лаборант. Нормально. Работа такая. А не было желания написать сколько-нибудь там от фонаря и... А зачем? Ну, чтобы не сидеть, чтобы не кусали. Ну как, работа, есть работа. Чего врать-то? Потом мы были увлечены все-таки там. Аж задание МГУ. А из школы-то почему выгнали? Ну как, я опоздал. Вы не вернулись к началу учебного года, да? Не вернулся, нет. А говорите, там надо было студентам. Вы же еще школьник были. Как вас взяли, это я не понимаю. Вот как взяли, это я не знаю. Но то, что я опоздал в школу, и два приятеля моих, два дурака, тоже опоздали. А чего родители сказали, когда вы сказали, что из школы вас исключили? Садись, поешь? Мне что сказали? Иди устраивайся в вечернюю школу, иди работать. Я пошел. И с этого ваша трудовая биография как раз и началась, да? С 16 лет. Слушайте, это вообще какая-то... Значит, если я в 16 лет пошел, стало быть, у меня трудовой стаж, сейчас я должен сказать, 50-65 лет. Но по нашим законам, это, конечно, зазеркалье. Это потрясающая страна. Нет, страна замечательная. Государство, конечно, зазеркальное. Я тут сцепился однажды с пенсионным фондом. Я очень люблю это. Я сцепился правильно, потому что вдруг выяснилось, что военные летчики, которые во время раздела Советского Союза оказались на территории Украины, Литвы, Латвии и так далее, перестали получать военную пенсию. Они проживают там и не получают военную пенсию от России, да? Да. Интересно. Ну, я пришел... Это второе. Почему? Почему? Потому что был подзаконный акт, подписанный Зурабовым. Ну, в общем, это один... Ну, ладно, это долгая история, да. В результате все перешло... Мне предложили сначала увеличить мою пенсию. А я говорю, как это можно? Понимаете, у меня пенсия была, если я не ошибаюсь, то ли 3 тысячи, то ли 7. Вот я сейчас не помню. Нет, по-моему, 3 500. По-моему. В результате выяснилось, что это опять подзаконный акт, согласно которому всем должны давать такую маленькую пенсию, зато они будут получать премиальные, чтобы всем выписывали. А если кто будет скандалить, и мне прямо сказали, идите в суд, вы же выиграете, чего вы здесь сидите? Короче говоря, выяснилось, что моя пенсия не 3 тысячи, а наоборот 15. Ну, в общем, короче говоря. Ну, это, как вы сказали, зазеркали действительно какое-то... Абсолютно. Просто я не понимаю, зачем. И при всем при этом, я еще все пытался выяснить, а вот кто-то каким-то указом, я не знаю, кто это сделал, отменили медаль ветеран труда. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, что вам, железок жалко. Люди работали всю жизнь. Для них эта медаль... Никаких льгот не предусматривала, да? Да хоть даже если... Просто дали и все. Даже если не предусматривала. Ну, я об этом и говорю. Просто награда для человека. А почему бы и не предусматривала? Ну, почему бы не предусмотреть? Ну, знаете, ну, почему? Человек проработал всю жизнь. Ему, может, эта медаль дороже, чем вся пенсия. Вдруг неожиданно куда-то вызывают и награждают, и говорят, что да, мы помним, мы знаем, мы проработали, нам 50 лет. Ну, что вам, жалко, что ли? Равно как все эти грамоты. Лучший учитель, лучший токарь, лучший хлебороб. Ну, что вам, жалко, что ли? Будет грамоты висеть на стене, дети будут смотреть. Ну, что, трудно? Ну, не трудно же. Ничего, главное, не стоит. Вот, все под... Да я согласен с вами, на самом деле. Леонид Аркадьевич, а вот сейчас, ретроспективно вы, оглядываясь назад, что-то вы хотели у себя в судьбе поменять? Конечно. Как каждый. Очень даже бы хотел. Что-то глобально кардинально или какие-то моменты подправить? Может быть, кому-то грубое слово сказали и хотелось бы это как-то... От мелкого, да, да, до серьезных вещей, конечно. Мы, к сожалению, если бы мне сейчас, вот мне лично вдруг сделалось 15 лет, у меня бы немножко по-другому во многом пошла бы жизнь. С тем же багажом знаний, которые накопили сейчас. Абсолютно, нет, с моим опытом. Просто с моим опытом. С моим опытом общения с людьми, с моим опытом разговаривать. Я даже не про знания говорю, которые у меня там, с моими там дарованиями, которые наработаны годами. Вот если бы я сейчас сделался 15-летним, я ни о чем не жалею. Но я бы лихо отшлифовал бы эту историю под названием жизнь. В экспедицию бы поехали? Поехал бы. Нет, это как раз меня не смущает нисколько. И поехал бы еще как поехал. Я не об этом. Я понимаю. Просто каждому человеку в жизни дается случай. И не один. Нет такого человека, которому в жизни не давался бы случай. Но к нему надо быть готовым элементарно. А если ты к нему не готов, потом будешь жалеть, что ты его прозевал. У меня было несколько случаев, я мог кардинально поменять лучшую сторону свою жизнь. Я просто прозевал. Где-то ленился, где-то махнул рукой, где-то думал, да ладно, самое пройдет. А где-то просто не был готов. Просто и честно говорил. Я, извините, ребята, спасибо большое, но я просто не готов. Я не знаю, что там делать. Поменял. Готовы к любому случаю. Конечно. Лучше попробовать и пожалеть, чем... Конечно. Конечно. Валент Аркадьевич, время нашего эфира к концу подходит, к сожалению. На этом мы будем прощаться. Спасибо огромное телезрителям, которые звонили к нам в прямой эфир, задавали мне вопросы посредством интернета, который, как мы выяснили, не всегда благосклонен, бывает, к нашему гостю. Но это какой-то анекдотичный случай. Леонид Аркадьевич, огромное спасибо, что вы пришли к нам, ответили на мои вопросы. Очень было приятно с вами пообщаться, послушать ваши искренние ответы. Не заготовленные, как я понял, которые всегда идут от сердца. Спасибо вам огромное. И вам спасибо, и всем спасибо, кто нас сегодня смотрел. Вы, наверное, убедились в нашем эфире. Спасибо всем огромное. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...